Украина 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 Тогда у нас будет немного теории, и потом уже перейдем к практике. Сейчас тогда в первую очередь расскажем о самом цирконии, то есть первая часть то будет теория. Лучен циркония блок에 대해서 잠깐 설명하도록 하겠습니다. Сейчас расскажем о блоках компании, как это называется, Луксен. Среди 별로, 처음에 생산된 блоки, 제1세대 блок이라고 가정을 합니다. 1세대 блоки, есть несколько поколений, и у нас, получается, история началась с первого поколения. 1세대 блоки, 단점을 좀 보완해서 2세대 блоки 나옵니다. И чтобы улучшить первое поколение, улучшить минусы первого поколения, вышло второе поколение. 2세대 блоки, 3세대 блоки, 3세대 блоки, 3세대 блоки, 3세대 блоки, 4세대. 이렇게 해서 세대별로 4가지 종류로 나누어 놨습니다. И улучшая второе поколение вышло третье поколение, и улучшая минусы третьего поколения вышло четвертое поколение. 1세대 блоки, 4세대 блоки, 4세대 поколение, и улучшить минусы первого поколения. И улучшения есть свои особенности, поэтому сейчас расскажу вам немного о каждом поколении, и пойдем дальше. У первого поколения была очень высокая прочность. Прозрачность была 41%. У второго поколения прозрачность 49%. И так как прозрачность достигла 49%, в принципе от естественного зуба отличить очень будет сложно. Но прочность была от 600 до 800 мегапаскал. Поэтому нельзя было применять во всех случаях. Большой был минус, что нельзя было применять во всех сферах. Поэтому это был большой минус. И чтобы улучшить этот минус, вышло третье поколение. И так далее. Более было очень частое плюсы, минусы первого второго поколения. Более было перезид sophom comigo. Более было 45%, Прочность 1100 мегапаскалей. Это говорит о том, что можно применять во всех случаях. Но в случае с передними зубами, так как прозрачность не очень высокая, поэтому в эстетических целях, конечно, это был небольшой минус. И чтобы улучшить эти минусы, вышло четвертое поколение. У четвертого поколения есть два типа. Мульти-лейер блок и градеиция блок. Первый это мульти-лейер блок и второй это градеиция блок. Градеиция блок. Градеиция блок. Градеиция блок это блок 3.5. которые можно менять цвет, прозрачность 45% 전체 круглоскальность 1100 мегапаскал плотно получается, прозрачность 1100 мегапаскал 그래서 16 세이드, 16가지 색을, 비타 세이드 가이드 기준에서 16가지 색을 다 표현한 블록입니다 이 블록, благодаря которому, можно сделать все 16 оттенков цвета 주로 구치부에 많이 사용합니다 в основном, применяются на коренные зубы 그다음에, мульти 레이어 블록이 있습니다 далее, есть мульти 레이어 블록 мульти 레이어 블록은 1세대부터 3세대 블록이 골고루 다 표현되어 있습니다 у этого 블록а есть особенности 1, 2, 3 поколения 색상도 변화가 있지만, 투과율도 변화가 있습니다 есть разница получается, различия в цвете и также есть различия в прозрачность 시경구 밑에는 41%의 투과율을 가진 블록이 있습니다 то есть прозрачность, она минимальна идет и до максимальна международная зубы, 45% в средней части зубы, прозрачность 45% И уже на кончике зуба прозрачность блоков 49%. Также получается прочность от 1200 Мпс до 600 Мпс. Мультилейер блок также есть двух видов. MHT это блок, у которого нет цвета, но который можно регулировать прозрачность. Мультилейер блок также есть мультилейер блок, благодаря которому можно регулировать оттенки цвета. Мультилейер блок также есть мультилейер блок. Сегодня будем говорить в основном о четвертом поколении, и на практике тоже будем рассказывать о четвертом поколении. Я в основном использую температуру 1500 градусов. Я считаю, что температура 1500 градусов при синтеризации это самая оптимальная температура. Если мы увеличим температуру на 30 градусов, то цвет становится светлее. Если мы увеличим температуру на 30 градусов, то это будет 1470 градусов, то цвет становится немного темнее. Поэтому я думаю, что вы уже по вашим потребностям, вы сами будете регулировать температуру сентеризации, поэтому показываем вам эту картинку. Если мы увеличим температуру на 30 градусов, то цвет будет ярче. То есть если сказать вкратце, то температура получается 1500 градусов, и если мы повышаем эту температуру чуть-чуть выше, то цвет будет ярче. И наоборот, если мы увеличим температуру на 1500 градусов, то цвет становится темнее. Поэтому я считаю, что очень важно вам самим попробовать регулировать температуру при синтеризации. Сейчас мы с вами поговорим, как определить качество блоков. Сейчас мы посмотрим размер вот этих мелких частиц порошка под микроскопом. Чем меньше получается эти частицы порошка, и чем разница меньше по размерам, то есть если размеры частицы одинаковые, то тем лучше качество. Если размеры частицы одинаковые, то есть где-то большие частицы, где-то маленькие, то между этими частицами образуется пространство. И уже когда образуется вот это пустое пространство, появляется большая вероятность того, что будет трещина. Поэтому я тоже пожелал бы вам, чтобы вы запрашивали вот эти материалы по размерах этих частиц. Здесь можно на этой картинке увидеть разницу между хорошим качеством это слева и не очень хорошим качеством справа вид под микроскопом. Если посмотреть, получается сделать снимки под микроскопом. Если посмотреть, получается сделать снимки под микроскопом. Такие, это конечно не у всех фирм, но есть компании, у которых качество низкое. И поэтому, как вы здесь видите на рисунках появляется вот такие пространства, дырочки. Мы здесь сравнили как блоки международных компаний, так и блоки компаний южнокорейских компаний. И здесь, можно было снизу. Немного более. Таким образом, мы увеличим снимки под микроскопом. Мы получаем данные изображение. И мы получаем данные изображения. Итак, вот мы получаем данные изображения. Сейчас мы поговорим с вами о прочности. В основном мы делаем минимальную толщину, это 0,5 мм. В процессе работы в некоторых местах толщина немного меньше. То есть каждый 0,1 мм. прочно снижается на 20%. Поэтому в основном мы делаем минимальную толщину, это 0,5 мм и выше. И все знают, что циркония это очень крепкий и прочный материал. Но многие из вас тоже слышали, что бывают случаи когда циркония выкаронки, они трескаются. Конечно, в многих случаях это зависит и от самого качества циркония, и также это зависит и от других факторов. То есть когда мы стачиваем зуб, мы же его стачиваем получается так, чтобы не было никаких застренных концов. Вот так, когда мы делаем зубы, то что остаются вот эти острые части. И уже когда есть такие острые части, от этого места идет большая вероятность того, что может пойти трещина. Поэтому очень важно, чтобы не было заостренных частей. Как вы видите на фотографии справа, на маленьком бумажном стакане стоит большой чайник с водой. И даже не смотря на то, что это обычная бумага, он этот бумажный стаканчик выдерживает. То есть если мы посмотрим на стакан, на поверхность этого стаканчика мы поймем, что она очень ровная, поэтому благодаря этому выдерживает такой вес. То есть если вы видите случаи, когда циркониум коронка, она трескается. То есть если есть такие не сточенные острые части, от этих частей может быть трещина. Это очень важно, чтобы не было никаких заостренных концов. Так же и это касается место соединения. Если местность соединения будет очень глубоким и острым, есть тоже большая вероятность того, что от этого места пойдет трещина. Таким образом, при использовании специальных аппаратов, нужно ставить так, чтобы было в форме буквы «U». То есть это в данном случае, видите, эту картинку. 이런 부분을 극단적으로 표현해서, 이런 식으로, 제일 깊은 부분을, 이런 형성으로 만들어줘야 돼요. Вот эту часть нужно сделать, нужно обработать таким образом. В цирконии также есть свои особенности. В цирконии очень много споров по поводу цирконии. Сейчас я вам расскажу более подробно. Циркония라는 게, 의료계에서는, 정형외과에서 제일 먼저 사용되었죠. В первую очередь циркония использовался в ортопедии. В основном, использовались для того, чтобы делать суставы и кости. Циркония는 1500도 이상의 고온에서 소송되는 물질이죠. Циркония – это тот материал, который производится при температуре 1500 градусов. Циркония, который производится при температуре 1500 градусов, затем попадает в тело человека, и на протяжении долгого времени находится при температуре 36-37 градусов. Циркония, значит, это тетрагональный систем, и на моноклиническую. Циркония меняется из тетрагональный системы на моноклиническую. Поэтому очень часто раньше в ортопедии отзывали эти циркуниевые кости. Поэтому циркуния использовала очень много вопросов. Луксен производится на 100% из японского сырья. Это информация благодаря тому, когда циркунии проходил тестирование при низких температурах. Поэтому это говорит о том, что вы можете без всяких сомнений использовать циркунии. Здесь вы видите, что коренной зуб, он сделан из материала первого поколения. Главное, что вы можете без всяких сомнений, но если вы посмотрите на цвет, он отличается. И в эстетических целях видно, что это не свой зуб. Поэтому сделали зуб из блоков второго поколения. Это блок, у которого прозрачность 49%. В этом блоке с оборудованием циркуниевые кости. В этом блоке с оборудованием циркуниевые кости. Прозрачность почти такая же как у естественного зуба. Поэтому цвет очень сложно отличить. В этом блоке с оборудованием циркуниевые кости с оборудованием циркуниевые кости улучшения. Поэтому это преимущество, что сейчас выше четвертая поколение. В этом блоке с оборудованием циркуниевых кости. В этом блоке с оборудованием циркуниевые кости. Сейчас мы посмотрим и поговорим о флуоресценте, который содержит естественные зубы. В этом блоке с оборудованием циркуниевые кости. Если посмотреть, то натуральные зубы содержатся флуоресцент, но циркуниевые кости нет. Вомерное то, что тут мать интересуются флоресцент, если считать или что-то из то, но и на клубе. Поэтому при попадании на зуб, неоновый ламп или ночью когда понимает неоновый свет, то вообще по идее, зуб должен отражать этот неоновый свет. И цвет зуб должен быть голубовато синего цвета. Но так как в цирконии не содержится флоресцент, поэтому при попадании на цирконий зуб, неоновый ламп или свет, он кажется темным. Поэтому при глазировании нужно добавлять флоресцент в эту смесь. Поэтому при глазировании на цирконий зуб, 반드시 형광 물질이 들어있는 стейн и глазер, используется очень важно использовать материал при глазировании, который содержит флоресцент. То есть этот минус можно преодолеть таким способом? Но перед этим поговорим о мультилейере, который производит разные фирмы. Иваклар, так же как и наша компания использует японское СРЮ. Мульти-леер блоки, леер-мальдерах. Мультилейер блоки, каждого слоя есть свои особенности. Иваклар – Дентин 색, одна зону, одна зону, одна зона. Иваклар – Дентин 색 – одна зону, одна зону. И вот эта часть, где есть эмаль, там уже другого цвета. То есть этот способ, этот метод именно использует компания Эгоклар. Ну, сложно сказать, это хорошо или плохо. То есть у каждой компании есть свой концепт. Поэтому благодаря этому мы можем это использовать. Катана блок это блок, который производится в компании Норитаки. Он также известен как в Японии, так и по всему миру. Норитаки блок это блок компании Норитаки. Очень высокого качества. Норитаки блок. Эти ивукала в качестве большого цвета. Норитаки блок на спи. Норитаки блок. Блок катаны от предыдущего блока в том, что цвет, есть градация цвета от темного к более светлому. 전체가 균일하게 변하게 돼 있죠. Но как вы можете увидеть, что полностью вот эта площадь, она есть градация, легкая градация цвета. Но здесь используют сырье невантащий фирмы. Поэтому есть немного разница в прозрачности. Лужен Блок, он получается собрал все плюсы компании и сделал свой собственный блок. Сырье используют также как компания ИВАКЛАР, японская сырье. И цвет тоже, как вы можете увидеть, есть вот эта легкая градация цвета. То есть если вы будете знать также особенности каждого блока у каждой компании, вы можете сами подбирать цвет, тот цвет который вам необходим. То есть это для того, чтобы вы могли использовать эти знания и получить тот цвет который вам необходим, а не для того, чтобы говорить, что какой-то компании качество лучше, какой-то хуже. Сейчас поговорим о окрашивании. В общем, вы можете как делать окрашивание, так и можете не делать его. Есть люди, которые просто получается без окрашивания делают синтеризацию. Есть люди, которые перед синтеризацией окрашивают и повышают тем самым качественно. Когда я работал до этой японской компании, мы на сто процентов делали окрашивание. В общем, это не просто, потому что это время, и качество качественно. Причина этого то что можно сокращивать время, и также можно повысить качество. Для того, чтобы научиться оборудовании, нужно немного знаний, и, конечно, немного опыт и технику. Поэтому сегодня я вам покажу вам на практике, как использовать мульти-лейер, для того, чтобы научиться оборудовании. И в общих чертах также расскажут, как применяется и как делается оборудование. Мульти-блок – мульти-блок – мульти-блок – мульти-блок – мульти-блок. Но в общих чертах о блоках, поэтому в первую очередь наносится дентин. Мульти-лейер – мульти-блок – мульти-блок – мульти-блок – мульти-блок – мульти-блок. То есть те блоки, которые не мульти блоки, дэнтин наносится от шейки зуба к кончику зуба. То есть, если дэнтин наносится от шейки зуба. Чем больше впитывается жидкость, тем темнее получается цвет. Поэтому окрашивание начинается от шейки зуба. И поэтому наносится два, три раза от шейки зуба к кончику зуба. Для мульти блока дэнтин не обязательно наносится. То есть, первый, второй и третий блоки первой, второго, третьего поколения. И наносится дэнтин. И наносится дэнтин. И наносится более подробную информацию уже скажем вам в течение практики. Дэнтин сергей, как выясняется, энамель цем. После дэнтин наносится эймаль. Энамель 1번. Энамель 1, 2, 3. И наносится эймаль. Эймаль есть четырех видов. Это получается один, два, три. И белая эймаль. Энамель 1, 2, 3. Дэнамель 1, 2, 3. Стают эймаль. Цем выше цифра эймали тем темнее получается цвет. Белая эмаль используется для того, чтобы придач зубу такие особенности какие-то. Эмаль 1 используется для блок первого поколения. Энамель 2는 45%의 투과율을 가진 3세대 블록에 사용합니다. Энамель 3는 49%의 투과율을 가진 블록에 사용합니다. Энамель 3는 49%의 투과율을 가진 블록으로 형성되어 있기 때문에 에나멜 3를 사용합니다. Энамель 3는 기본적으로 바이올렛 색입니다. Энамель 3는 기본적으로 фиолетовый цвет, розово-фиолетовый. 그래서 노란색과 보라색이 만나면 그 부분이 노란색이 옅어지면서 약간 그레이하게 변하죠. Когда желтый цвет смешивается с розовым или фиолетовым, желтый цвет он меняется на более сероватый оттенок. 지금 энамель을 저 부분에 바르게 되면 저 부분은 색이 옅어집니다. 색의 볼색 대비 효과죠. 같은 포지션에 푸른색이 나는 트랜스 용액을 똑같이 발라줍니다. Также на эту же область наносится транслюсянт, который синего цвета. 여기서 마찬가지입니다. 트랜스 1는 41%의 투과율을 가진 블록. Также получается, 트랜스 2는 45%의 투과율을 가진 블록. 그렇게 사용하시면 됩니다. 그래서 색이 옅어져 있는 부분에 저렇게 트랜스하게, 푸르게 나타나는 색을 사용하면 그 부분이 굉장히 투명하게 보입니다. То есть, если мы используем вот эту жидкость транслюсянт, то в этой области цвет он будет более светлый, прозрачный. 그리고 Natural Grey와 Ice Blue라는 또 다른 트랜스를 나타내는 임팩트한 용액이 있습니다. Также есть специальная жидкость двух видов. Это натуральный серый Natural Grey и Ice Blue, то есть голубой цвет. Natural Grey 같은 경우에는, 에나멜과 트랜스보다 조금 짧게, 끝만 발라줍니다. Natural Grey, этот серый цвет, он наносится немного меньше, то есть почти на краях зуба и меньше, чем эмаль. Это делается для того, чтобы именно края зубов, они казались более прозрачными. Ice Blue는 좀 밝은 세이드에 사용하는 파란 세이드입니다. Ice Blue, это более светлый, передает светлые оттенки цвета. Об этом также я расскажу вам уже, например, когда будет практика у нас. Также есть cervical. A, B, C, D. A 계열, B 계열, C 계열, D 계열. 이렇게 4가지 종류가 있습니다. В основном, используется пришеечные части и делится на 4 вида. Это серый call A, B, C, E, D. 그래서 각기 A 계열, B 계열, C 계열, D 계열의 채도를 조금 더 진하게 만들 때 사용됩니다. Используется для контрастности, то есть от светлого к более темному. В основном, используется для придания особенности фактурии зуба, для придания специальных цветов. В основном, используется для придания специальных характеристик. В основном, используется для придания специальных характеристик. В основном, используется для придания специальных характеристик. Чем естественнее вы разукрасите коронку зуба, тем естественнее получите цвет при синтеризации. Так же я очень много практиковался и рисовал зубы как для молодых людей, так и для пожилого возраста. Чуть позже я вам конечно покажу, как делать наброски, чтобы можно сразу начинать раскрашивать. Сейчас расскажу вам несколько кейсов. Это первый случай. На первой фотографии вы видите разукрашенный блок, далее идет синтеризация и глазирование. В среднем на раскрашивание одного зуба у меня уходит две минуты. То есть это можно в короткое время и более естественно показать цвет зуба. То есть без каких-либо сложностей можно сделать цирконевые зубы. Третий случай он так же как второй. В данном случае вы видите очень сильно искривленные зубы и если бы мы делали по старому методу, это бы заняло очень много времени. И при помощи материала из циркония мы можем сделать просто 3D снимок полностью и сделать данный материал. И как уже это делать? Сейчас мы перейдем к практике. На практике я вам все подробно расскажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...